Здравствуйте! Это программа «Область новостей». Я Алла Белякова. Смотрите сегодня в выпуске. И в горе, и в радости. О том, с какими проблемами тамбовчане идут к главе администрации области, узнала Юлия Савушкина. По итогам личного приема губернатор всегда берет на личный контроль вопросы, озвученные тамбовчанами. Или дает соответствующие поручения контролирующим ведомствам и своим заместителям. ТОССР как симбиоз бизнеса и городской власти. В пресс-тур по Котовску отправилась Марина Корякина. Один из продуктов, который получается на этом пресс-боксе – шариковый пластилин. Для детей это просто игрушки, с которыми можно вылепить что угодно на взрослых, действует как антистресс. Попасть в Лигу Европы. Казалось бы, о нереальных задачах футбольного клуба тамбов расскажет Олег Рожков. Свыше тысячи высокопроизводительных рабочих мест было создано в Тамбовской области за год. Такие данные озвучились сегодня на общем собрании Ассоциаций промышленников и предпринимателей региона. По традиции местом встречи становится одной из ведущих предприятий региона. На сей раз это Тамбовский завод «Электроприбор». В качестве ключевой выбрана тема реализации нацпроектов. Это в первую очередь пополнение налоговой базы. Это, конечно же, организация новых рабочих мест. Это наращивание объемов производства, которые за собой и влекут достижение первых двух показателей. Это и исполнение нацпроекта и целевых показателей, которые там прописаны. Увеличение производительности труда. И, конечно, промышленный экспорт. В минувшем году в Тамбовской области было создано свыше тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Одним из наиболее успешных примеров того, как малые и средние предприятия разрастаются до крупных, назвали Котовский завод нетканных материалов. К слову, это предприятие лидирует в отрасли по объему инвестиций. Котовск получил статус территории опережающего развития. Какие изменения теперь ожидают Моногород, сегодня на престуре рассказали и показали журналистам и блогерам. В числе тех, кто посетил город будущего, была и наш корреспондент Марина Корякина. Сегодня тот редкий случай, когда двери промышленных предприятий Котовска открыты для прессы. Бизнесмены готовы рассказать, какие первые шаги они уже сделали по территории опережающего развития. Бывшие цеха ЛКЗ облюбовали под изготовление промышленных кондиционеров. Применяется оборудование на предприятиях нефтегазового комплекса России и стран Таможенного союза. Но не только. Также блококрасочное производство мукомольной фабрики. Там есть еще не только образование взрывоопасной газовоздушной смеси, но и пылеобразование. То есть в том числе какие-то химические лаборатории, фармпроизводства. Уже выпустили несколько образцов и отправили на сертификацию. Сейчас на предприятии создано 8 рабочих мест. Пока работают специалисты из Краснодара. На площадку ЛКЗ пришли сразу два крупных резидента. Второй будет специализироваться на переработке нефтепродуктов. Мы думали, что построим небольшой объект. Построили такой мини-технопарк, где будут испытываться новейшие технологии по утилизации отходов нефтяного и нефтехмического процесса. Для этого тут даже предусмотрят испытательный полигон. Инвесторы уже вложили порядка 100 миллионов в этот проект. И готовы вложить еще. Ведь условия, которые предлагают для развития бизнеса, в ТОСР более чем заманчивые. У нас очень хорошие льготы. Ноль за землю налогов, ноль за имущество, ноль на прибыль первые пять лет. Из всех начислений на заработную плату со страховых фирм остается с 32% в 7,8%. Ну и дальше, и дальше мы с каждым работаем индивидуально. Помимо тяжелой промышленности, есть и легкое для детей. Учредитель уроженец Котовска в 2016 году уехал в Москву и создал лабораторию по производству развивающих игрушек. Когда встал вопрос о расширении, решил вернуться на малую родину. Сейчас здесь трудится 38 котовчан. На радость себе и детям. Один из продуктов, который получается на этом производстве – шариковый пластилин. Для детей это просто игрушки, с которыми можно вылепить что угодно. На взрослых действует как антистресс. Кстати, очень приятно пахнет, а производители используют тамбовский ванилин. ТОСР предполагает симбиоз бизнеса и городской власти. Резиденты предлагают рабочие места, позволяя тем самым вывести заработную плату из тени. Все это ведет к пополнению городской казны. Да и, как поясняет глава Котовска, почва к созданию ТОСР была готова. Резидент социально-экономического развития рассчитан на что? А, первое, на увеличение количества рабочих мест. Потому что мы долгое время, мы каждый год проводим социологические исследования, долгое время у нас на первом месте стояло то, что у нас не хватает рабочих мест. Хотя у нас нет безработицы, у нас этой проблемы не бывает. Поэтому у нас есть такая, знаете, временная миграция. У нас примерно 4,5 тысячи казовчан выезжают в город Тамбов и там работают. После объектов промышленности журналистов решили познакомить еще с одним ноу-хау Котовска – системой «Умный город», благодаря которой в регистраторе местной поликлиники теперь нет очередей. Сейчас чаще всего пациенты пользуются услугой «Инфомат». Уже много пациентов сами владеют данным автоматом, подходят с полисом и записываются сами на прием. Если нужно подсказать пациенту, куда обратиться, он не знает, к какому врачу записаться, соответственно, тогда администратор провожает его к регистратору и дальше уже решается вопрос. Обратиться за медицинской помощью можно и по телефону. Теперь он единый для вызова всех экстренных служб. Звонок по номеру 112 сначала поступает в диспетчерскую службу, после чего оператор сам сообщает о случившемся скорой, пожарном или полиции. Что касается взаимодействия с пожарной частью, со скорой помощью, то 112 приходит сообщение, сразу же передается туда. Чем хорошо 112? Потому что мы можем себе позволить и проконтролировать. То есть, если случился пожар, мы его ведем до конца. Служба 112 появила здание городской администрации в августе прошлого года. В скором времени ее планируют наделить и другими функциями. Марина Корякина, Дмитрий Анаекшин, Александр Щеднов. Область новостей. Губернатор Александр Никитин пообещал, что в Сампурском районе оборудуют площадку для проведения праздников и фестивалей. С такой просьбой к главе региона обратились жители поселка Сатенко во время личного приема. О том, как это было, расскажет Юлия Савушкина. Тамбовчане из разных уголков региона в ожидании решения наболевших вопросов. Как правило, на личный прием к губернатору идут, уже отчаявшись получить ответ. Даже, казалось бы, в безвыходной ситуации руки не опускают жительницы деревни Орловка Тамбовского района. В результате сразу двух пожаров женщины вместе с маленькими детьми и внуками остались без крыши над головой. Мы обсуждали с Алексеем Владимировичем, что предоставить какое-то другое муниципальное жилье не представляется возможным. Единственная возможность – это восстановление. Ну и, как у нас с вами уже опыт есть, неоднократно мы это делали всем миром. По максимальному отработать, и максимальную помощь, которую мы можем предоставить в связи с пожаром, с горелшим домом, и в связи с трудной жизненной ситуацией, максимально отработать. Контролировать процесс поручено главе Тамбовского района Алексею Бородину. Губернатор настаивает, основные работы нужно закончить до наступления холодов. Объединить усилия готовы, что называется, и в горе, и в радости. Следующими к приему готовятся жители Самбурского района. У нас очень мало территорий, организованной территории, где у нас могла быть площадка организованная для проведения массовых образовательных каких-нибудь мероприятий. И вот с таким вопросом мы хотели обратиться. Как правило, по праздникам в районе собираются у Дома культуры, но, по словам инициативных жителей, места там не хватает ни для парковки авто, ни порой для зрителей. Только лишь на гастрономический фестиваль Кукарейки на гости съезжаются чуть ли не со всей России. В прошлом году насчитали больше 6 тысяч участников. Самое успешное решение проблемы, как посчитали на приеме, федеральный проект формирования комфортной городской среды. Дизайн-проект, смета есть уже, ну я думаю, что за это мы сделаем. Приглашение на ближайший районный праздник не заставило себя ждать, но, как и водится, делу время. Решение еще одной проблемы ждет Любовь Сайганова из Гавриловского района. А вместе с ней еще несколько семей. Село у нас небольшое, мы все знаем друг друга. И весной ко мне обратилась молодая семья. Вот именно по этому вопросу. В том году они уже получили субсидию, а участок выездили, мы уже строительство начать не можем. Проблема в том, что на улице, где многодетным семьям, работникам АПК и социальной сферы выделили землю, нет ни света, ни воды, ни газа, ни дорог. Глава региона, разобравшись с ситуацией, поручил проложить все необходимые коммуникации до конца года. Вопрос о строительстве дороги запланировали решить в 2020-м. По итогам личного приема губернатор всегда берет на личный контроль вопросы, озвученные тамбовчанами. Или дает соответствующие поручения контролирующим ведомствам и своим заместителям. В результате ни одна проблема не должна остаться без решения. Юлия Савушкина, Михаил Мальцев, Олег Щербаков, Область новостей. Как избежать аварий на дорогах и снизить число пострадавших в ДТП? Эти вопросы обсудили сегодня на заседании профильной комиссии в администрации региона. Работу комиссии возглавил первый вице-губернатор Олег Иванов. Прежде всего, обратили внимание на те задачи, которые ставят перед регионом указы президента Владимира Путина. В числе приоритетов сокращение числа так называемых очагов ДТП. По данным прошлого года, в регионе таковых свыше 40. Госавтоинспекция направила предложение владельцам автодорог для того, чтобы вместе проработать инженерные мероприятия для снижения аварийности в данных местах. Отдельное внимание отвели к проблеме детского травматизма. Статистика подталкивает. В Тамбовской области в 32 ДТП пострадало 35 детей. При этом в шести случаях виноваты были они сами. Для решения проблемы планируется как минимум усилить профилактику. Делать это необходимо совместно с образовательными организациями. В Тамбове готовят матросов-спасателей. Сегодня в городе начались первые экзамены. Какими качествами обязан обладать молодой человек? Что за навыки должны присутствовать в его арсенале? И из чего состоит тест на получение квалификации? Расскажет Олег Рожков. Экзамен состоит из двух частей. Теоретической и практической. Если в первой еще можно допустить ошибку, то при выполнении норматива во второй это недопустимо. Иначе человек снимается с экзамена, и в этом году ему уже не стать матросом-спасателем. Именно теория проверяет, насколько будущий матрос-спасатель знает, как и главное, что ему предстоит делать, когда он заступит на пост. Теория – это оказание первой помощи, документация, которая ведется на спасательном посту, руководящие документы, которые определяют жизнедеятельность и безопасность на воде. Суровая романтика жизни матроса начинается после. Во время экзамена моделируется ситуация со спасением утопающего. И студент Егорчик Морев знает, как правильно помочь человеку в воде. Парень с детства мечтал приносить пользу людям. Специально поступил в аграрно-технологический техникум, где изучает основы защиты в чрезвычайных ситуациях. Поэтому на своем дежурстве Егорчик Морев оплошности не допустит. Прежде всего я должен думать о том, как правильно подойти к пострадавшему, поскольку он находится в испуде, волнение, у него нервы. И он может не только сам утопиться, но и утопить тебя. А как нужно правильно подойти? Надо подходить со спины так, чтобы его руки никак не охватывали тебя, то есть чтобы он не схватывался за тебя и не пошел с ним ко дну. Добросить круг до условного утопающего, уметь плавать как можно быстрее – основополагающие навыки для матроса-спасателя. В нашей области больше сотни пляжей, на которых скоро откроется купальный сезон. Поэтому наличие там хорошо обученного специалиста – это залог безопасности отдыхающих. Олег Рожков, Олег Осипов, Анна Мусатова. Область новостей. В областном центре стартовала акция «Добрые соседи». В префектурах, советах территории и во дворах проходят праздничные мероприятия. Тематика соседских посиделок разнообразна. Спортивные мероприятия, деловые беседы, концертные программы, дружеские чаепития. И это далеко не полный список. Накануне на творческих посиделках в округе старинной побывала Людмила Марченко. Еще два года назад жители этих домов и представить не могли, что их совсем неприглядный двор рядом с центральным рынком станет таким чистым и красивым, что не стыдно будет пригласить гостей и организовать большой праздник. Давайте сейчас, скажем так, дадим слово, чтобы мы будем дальше развиваться, благоустраивать наш город, собираться, соединяться все вместе. Этот двор был отремонтирован в рамках проекта «Комфортная городская среда». Неравнодушные и активные жители организованно собрали подписи, подали заявку, утвердили дизайн-проект. Двор, который был благоустроен по соседству, на коммунальной 36, там достаточно активные люди проживают. И они заразили вот этим энтузиазмом двор по соседству. Жители этих дворов, а надо понимать, что здесь дворовая территория образована из трех многоквартирных домов, подали заявку, тоже вошли в проект благоустройства, двор сделан. И, конечно же, почему бы все вместе не порадоваться этому обстоятельству. Но так продолжаем, идем от двора к двору. Дни соседей в Тамбове не просто мероприятия, а душевные праздники, попадая на которые верится с трудом, что гости совсем недавно были незнакомы друг с другом. Считается, что праздник добрых соседей пришел к нам из Европы. Однако традиции гостеприимства и добрососедства всегда были в чести народов России. Я вспоминаю даже по своему детству, что всегда, на любой праздник, когда проводились субботники, воскресники, всегда выходили все соседи, все друг друга знали, все улыбались. И от маленького до великого все разводили уборку территории, всегда здоровались старшими. Отсюда и шло воспитание, то есть уважение к старшим. Оттуда изначало. Активистам округа старинной по-хорошему стало тесно в своем дворе. И они пошли знакомиться к соседям, увлекая их благоустройством города вокруг себя. И, как оказалось, во время совместной работы много узнали друг о друге. Появились проекты по возрождению забытых ремесел, которые заинтересовали и молодежь. Это очень интересно. Согласитесь, не каждый день вы увидите живую кузню на улице. Так же, как и гончарню. Сейчас, к сожалению, те ремесла уходят в убыль уже. И вот сейчас мы пытаемся отреставрировать то, что другими давно забыто. Этот день понемногу начинает обрастать традициями. В каждом городе и даже в каждом дворе они свои, но объединяет их одно. Желание открыться и протянуть руку тому, кто рядом. Атмосфера округа старинная располагает к развитию старых ремесел. Вот и мы решили приобщиться к кузнечному делу. И изготовить вместе с мастером гвоздь, как символ доброго соседства. Вот так рождаются традиции. Людмила Марченко, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. Чемпионство в ФНЛ и проход в Премьер-лигу. Футбольный клуб Тамбов без преувеличения заканчивает сезон историческими достижениями. Что ждет команду теперь, какие вершины она собирается покорить, а также зачем главному тренеру Тамбова нужны волки и орехи, узнал Олег Рожков. 60% от прежней обоймы игроков останутся в команде. Эту информацию озвучили руководители клуба. Но чтобы добиться положительного результата в Премьер-лиге, остальные 40% придется значительно усилить. Причем не обязательно дорогостоящими игроками. Деньги играть не будут, так говорит главный тренер Тамбова. По словам Александра Григоряна, выбор будет основан на определенных качествах спортсменов. Нам нужны крепкие орешки, безусловно. Стрессоустойчивые, целеустремленные. Для меня немаловажно режимные ребята. Это очень важный момент. Ну, скажем так, волки. Волк единственное животное, которое, единственное, я подчеркиваю, он без раздумья вступает в схватку с более сильным животным. Все остальные склонны анализировать. К слову, на данный момент бюджет команды не позволит тратить много и необдуманно. Сейчас казна клуба 350 миллионов рублей. И в следующем году сумма не увеличится. Руководители клуба отметили, что это даже меньше, чем у самой бедной команды РПЛ, имеющей 1 миллиард 200 тысяч рублей. Но президента Тамбова такое положение дел совсем не пугает. У Арсена Габуева даже не сказать, что амбициозные, а прямо-таки великие планы на предстоящий сезон. Без шуток, как говорит он сам. Задачи у нас стоят очень простые. Мы должны попасть в Лигу Европы. Вот понимаете, вот вы сейчас опять смеете. В прошлом году вы смеялись, когда вам сказали, что мы должны выиграть ФНЛ. Наша цель, Лига Европы, она, я вам и говорю, это не просто так. Получится, не получится, но цель будет стоять такая. Потому что, если я вам сейчас скажу, наша цель закрепиться в премьер-лиге. Это значит, что мы должны выйти, поболтаться в премьер-лиге и закрепиться, остаться. Нет. Участие в Евролиге гарантирует дополнительные денежные средства команде. И если цель действительно будет достигнута, то Тамбов может получить 5 миллионов евро. Но сейчас руководству клуба необходимо сосредоточиться на решении более срочных вопросов. А именно, на создании соответствующих условий на стадионе «Спартак», где работы уже начались. По программе «Наследие чемпионата мира» в Тамбов безвозмездно передано оборудование для систем контроля доступа. Первое время в премьер-лиге Тамбовская команда проведет на стадионе в Саранске. «Спартак» еще необходимо подготовить. Во-первых, установить систему безопасности и обеспечить 10 тысяч зрителей посадочными местами. Если все пойдет по плану, то уже в конце августа или в начале сентября зрители увидят домашние игры команды на родном поле. Олег Рожков, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. Мы рассказали о главных событиях этого дня. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tvtombov.ru. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова